Мы привыкаем к новому летоисчислению. Мы говорили до Рождества Христова и после Рождества Христова, а теперь мы делим мир на до атак и после атак. Эта дата выбита в нашей общей человеческой памяти. 11 сентября. Кто может забыть этот день? Это был вторник. 11 сентября 1973 года. Да, это тоже был вторник, кстати. Для тех, кто забыл, 11 сентября 1973 года Сальвадоро Ленде, в отличие от Буша демократически избранный, президент Чили, был с помощью террористической организации из США под названием ЦРУ свергнут, и около 3000 чилийских демократов были убиты. Приказ их убить был отдан Асамой Бен Ладеном того времени, Генри Киссингером, которого до сих пор не то что не наказали, а даже не вылечили от мании величия. Сальвадоро Ленде сменил дружественник Америки в фашистский диктаторский режим Агусто Пиночета, известного эксперта по правам человека. Но вообще американцы всегда хорошо выбирали своих союзников и марионеток из местных. Этого у них не отнимешь. Ну, я чувствую, что не все тут в зале меня одобряют. Я понимаю, что это такой немножко сложный вопрос, и канцлер Шрёдер, например, говорил нам, что мы не должны предаваться бездумному антиамериканизму. Мой-то ведь не бездумный. Я даже не против Америки. Америка – прекрасная страна. Проблема – люди, которые там живут. В этом она в чем-то похожа на Баварию. Назвать среднего американца наивным – это комплимент. Американцы ничего не знают о мире, кроме одной вещи. Мы хорошие. И это прекрасно. Нет ничего лучше простого взгляда на вещи. Мы помним это еще с эпохи феминизма. Если вы знаете, кто плохой и кто хороший, все в мире становится понятно. В течение десятилетий мир был простым. На востоке была империя зла, советы, коммунисты. С ними надо было воевать, барьеры для распространения коммунизма строились по всему миру. Например, в Персии, которая теперь называется Иран. Там был талантливый молодой диктатор, шах Персии Резапа Хлави. Ему надавали столько оружия, что его армия была четвертой или пятой по размеру в мире. И это было барьером к распространению коммунизма. Ну, чтобы заплатить за эту армию, в старой американской традиции уважения человеческих прав, шаху Персии пришлось надавить на своих людей и притеснять их. И однажды отчаявшиеся персы собрались вокруг своего религиозного лидера, чтобы избавиться от диктатора. Этот религиозный лидер – это аятолог Хумини. Миляшкой его не назвать. Чувствуется, что персы тогда совсем уже отчаялись. Вы представляете, до чего нужно нас довести, чтобы мы поддержали папу римского против Герхарда Шрёдера? Давайте не будем себе врать. Мы даже не настолько отчаялись, чтобы поддержать Эдмунда Стойбера. Ну ладно, вернемся к иранскому аятолле. О, сработало. К Хумини можно говорить что угодно, но чувак реально устроил мирную революцию. Ни одного выстрела демонстрантами не было сделано. В них стреляли солдаты, но новые люди выходили на улицу, пока миллион людей не вышел. И четвертая по размеру армия в мире с автоматами стояла против демонстрантов, которые говорили, стреляйте, сколько вам нужно убить? 50 тысяч, 100 тысяч. Никто не уйдет. Армия поняла отчаяние людей и ушла обратно в казарму и перестала стрелять. Шаху Персии пришлось бежать. Один из сильнейших диктаторов мира был вынужден бежать. С своей женой и несколькими чемоданами налички. Сначала в Египет, потом своим друзьям в США. Ну и там он, в общем, недолго протянул. Такая потрясающая история избавления народа от диктатора. Ну, теперешние эксперты по диктаторам, конечно, все это видят по-другому. Ангела Меркель, например. Я люблю ее цитировать слово в слово. Я еще не нашел лучшего способа ее оскорблять. Перед войной в Ираке Ангела Меркель сказала, цитирую, «Я жила при диктаторе, диктаторы понимают только язык силы». Мне стало стыдно. Наверное, мы должны были поддержать Ангелу в ее вооруженной борьбе против Хёникера. Освободить наших братьев и сестер в ГДР силой оружия. И если бы немного повезло, шальной снаряд мог избавить нас от Меркель. Да, Меркель вообще мало говорит по делу. Но уж если она что-то говорит, то это полный, стопроцентный бред. Но вернемся к Хмени. Хмени выгнал Шаха, но персы были обижены. Американцы поддерживали диктатора до самого конца. Американцы тоже были обижены. Все их новенькие стрелялки достались Аятоле. Религиозному фундаменталисту. Мусульманину. Мусульмане. Люди, которые всерьез относятся к религии. Какой ужас, не то что католики. Иран практически за одни сутки из борцов с империей зла, сам превратился в империю зла. Американцы тогда это меняли практически каждый день. С этой империей зла теперь нужно было бороться. Так что они подумали, ну а кто с ним будет бороться. И они нашли такого хорошего молодого человека. Он жил прямо там по соседству. Тогда еще он не прятался в подвале. Саддам Хусейн. Талантливый молодой диктатор. И американцы сказали, Хусейн, мы с тобой работали довольно долго. И мы знаем, что ты отличный диктатор. Мы отдадим тебе оружие, а ты вторгнешь в Иран. И уничтожь Камени и его шрицкую теократию. И все, нефть, которую захватишь, будет твоя. И мы разрешим тебе немножко поправить границу. Хусейн сразу согласился. Ему никогда особо не нравился ислам. Ну, примерно как Бушу насрать на христианство. Послушайте. Американская внешняя политика не имеет никакого отношения к правам человека. Только к правам на разработку полезных ископаемых. Ну, Саддаму Хусейн дали оружие. И, кстати, мы его тоже вооружали. Есть список 68 немецких компаний, которые вооружали Саддама Хусейна. Они в прошлом году прислали инспекторов, чтобы проверить, все ли на месте. Ну, и в принципе, Хусейн был честным бизнес-партнером. Он сдержал свои обещания и уже через год атаковал Иран. Он атаковал, но далеко не продвинулся. Иранцы, сволочи, что-то защищались. Так что все это затянулось. Восемь лет продолжалась война. И в восемь лет Саддам Хусейн при поддержке американцев атаковал своих невинных соседей иранцев. Мы были нейтральны, мы вооружали обе стороны. Работы, все такое. Никогда больше Германия не будет участвовать в войне, которая неприбыльна. Через восемь лет Хусейн понял, что вторжение как-то не получилось, и он отступил обратно к себе в страну. Американцы были довольны. Камени был занят восемь лет, с обоих сторон огромные потери, миллион убитых. И американцы считали, что все замечательно, но Хусейн хотел награду. Американцы сказали, какая награда? Ты захватил какую-нибудь нефть? Хусейн сказал, не, не захватил. Ну вот, значит, вот не получишь награду. Хусейн был как-то обижен. Ну, он погоревал пару лет и решил, а что бы мне не захватить нефть в Кювейте? Туда, кстати говоря, гораздо легче вторгаться. Но это уже обидело американцев. Они сказали, постой-ка, дружок, в какую страну ты вторгаешься, это не тебе решать, а нам. Хусейн, записывай. Значит, травить газом курдов или уничтожать сотнями тысяч персов, это все замечательно. Но вторжение в Кювейт, это ужасное преступление. Хусейн был полностью обескуражен. Что он сделал не так? Он делал все то же самое, что и раньше. Мне, кстати, тоже непонятно, что Хусейн сделал в 90-м году, что как-то отличался от его прошлого поведения. Он что, как-то поменялся? Нет, он просто развернулся в сторону и атаковал другую соседнюю диктатуру. Да, кстати, Кювейт был диктатурой, как и все тамошние страны. Но буквально за сутки Саддам превратился из борца со злом в величайшего злодея. Был рожден новый Гитлер. Ни с чем другим наши интеллигенции сравнивать уже не способны. Гитлер для них эталон, они все меряют в Гитлерах. Вы можете пойти посмотреть статьи в Дель Спигель. 91-й год, Ханс Макнус Эзенбергер, Вульф Бирман. Новый Гитлер. Вот здесь четко видно, что алкоголизм может сделать с, в общем-то, нормальными людьми. Мы привыкаем к новому летоисчислению. Мы говорили до Рождества Христова и после Рождества Христова. А теперь мы делим мир на до атак и после атак. Эта дата выбита в нашей общей человеческой памяти. 11 сентября, кто может забыть этот день? Это был вторник. 11 сентября 1973 года. Да, это тоже был вторник, кстати. Для тех, кто забыл, 11 сентября 1973 года Сальвадор Оленде, в отличие от Буша, демократически избранный, президент Чили, был с помощью террористической организации из США под названием ЦРУ, свергнут. И около 3000 чилийских демократов были убиты. В приказах убить был отдан Асаме Бен Ладене того времени, Генри Киссинджером, которого до сих пор не то что не наказали, а даже не вылечили от мании величия. Сальвадор Оленде сменил дружественник Америки в фашистский диктаторский режим Агуста Пиночета, известного эксперта по правам человека. Но вообще американцы всегда хорошо выбирали своих союзников и марионеток из местных. Этого у них не отнимешь. Ну, я чувствую, что не все тут в зале меня одобряют. Я понимаю, что это такой немножко сложный вопрос, и канцлер Шрёдер, например, говорил нам, что мы не должны предаваться бездумному антиамериканизму. Ну, мой-то ведь не бездумный. Я даже не против Америки. Америка – прекрасная страна. Проблема – люди, которые там живут. В этом она в чем-то похожа на Баварию. Назвать среднего американца наивным – это комплимент. Американцы ничего не знают о мире, кроме одной вещи. Мы хорошие. И это прекрасно. Нет ничего лучше простого взгляда на вещи. Мы помним это еще с эпохи феминизма. Если вы знаете, кто плохой и кто хороший, все в мире становится понятно. В течение десятилетий мир был простым. На Востоке была империя зла, советы, коммунисты. С ними надо было воевать, барьеры для распространения коммунизма строились по всему миру. Например, в Персии, которая теперь называется Иран. Там был талантливый молодой диктатор, шах Персии Резапа Хлави. Ему надавали столько оружия, что его армия была четвертой или пятой по размеру в мире. И это было барьером к распространению коммунизма. Ну, чтобы заплатить за эту армию, в старой американской традиции уважения человеческих прав, шаху Персии пришлось надавить на своих людей и притеснять их. И однажды отчаявшиеся персы собрались вокруг своего религиозного лидера, чтобы избавиться от диктатора. Этот религиозный лидер – это аятолог Хамини. Миляшкой его не назвать. Чувствуется, что персы тогда совсем уже отчаялись. Вы представляете, до чего нужно нас довести, чтобы мы поддержали Папу Римского против Герхарда Шрёдера? Давайте не будем тебе врать. Мы даже не настолько отчаялись, чтобы поддержать Эдмунда Стойбера. Ну ладно, вернемся к иранскому аятолию. О, сработало. К Хамини можно говорить что угодно, но чувак реально устроил мирную революцию. Ни одного выстрела демонстрантами не было сделано. В них стреляли солдаты, но новые люди выходили на улицу, пока миллион людей не вышел. И четвертая по размеру армия в мире с автоматами стояла против демонстрантов, которые говорили, стреляйте, сколько вам нужно убить, 50 тысяч, 100 тысяч, никто не уйдет. Армия поняла отчаяние людей и ушла обратно в казармы и перестала стрелять. Шаху Персии пришлось бежать. Один из сильнейших диктаторов мира был вынужден бежать. С своей женой и несколькими чемоданами налички. Сначала в Египет, потом своим друзьям в США. Ну и там он, в общем, недолго протянул. Такая потрясающая история избавления народа от диктатора. Ну, теперешние эксперты по диктаторам, конечно, все это видят по-другому. Ангела Меркель, например. Я люблю ее цитировать слово в слово. Я еще не нашел лучшего способа ее оскорблять. Перед войной в Ираке Ангела Меркель сказала, цитирую, «Я жила при диктаторе, диктаторы понимают только язык силы». Мне стало стыдно. Наверное, мы должны были поддержать Ангелу в ее вооруженной борьбе против Хёникера. Освободить наших братьев и сестер в ГДР силой оружия. И если бы немного повезло, шальной снаряд мог избавить нас от Меркель. Да, Меркель вообще мало говорит по делу. Но уж если она что-то говорит, то это полный, стопроцентный бред. Но вернемся к Хамени. Хамени выгнал Шаха, но персы были обижены. Американцы поддерживали диктатора до самого конца. Американцы тоже были обижены. Все их новенькие стрелялки достались Аятоле, религиозному фундаменталисту, мусульманину. Мусульмане. Люди, которые всерьез относятся к религии. Какой ужас, не то что католики. Иран практически за одни сутки из борцов с империей зла сам превратился в империю зла. Американцы тогда это меняли практически каждый день. С этой империей зла теперь нужно было бороться. Так что они подумали, ну а кто с ним будет бороться? И они нашли такого хорошего молодого человека. Он жил прямо там по соседству. Тогда еще он не прятался в подвале. Саддам Хусейн. Талантливый молодой диктатор. И американцы сказали, Хусейн, мы с тобой работали довольно долго. И мы знаем, что ты отличный диктатор. Мы дадим тебе оружие, а ты вторгнешь в Иран. Талантливый молодой диктатор.